Всем привет, с вами Неха, мы на канале Похудеть без плата. Сразу, девочки, подписчицы, вам цветочки, красивые гибискуш, цветет очень долго, целое лето, поэтому у меня всегда запас свежих цветов для вас. Шагаю в магазин, это там что-нибудь прикупить. А, хочу взять пепси колу, какую-нибудь, ну я не знаю, может без сахара, для чего завтра, ну если все пойдет так, как я думал, я купил два сникерса здоровенных, вот этих, ну по три штучки, в которых. Куплю сейчас в магазине, я иду как обычно, километра три до ближайшего магазина, куплю пепси, вот такой вам еще гибискуш, вот под листочком красивенький, беленький, спрятался. Не забываем ставить лайки, писать комментарии, и девочки, мы идем к трем тысячам, я знаю, что есть девочки, которые смотрят меня тоже постоянно, но не подписаны, просто им тяжело спуститься и нажать кнопку подписаться. Пожалуйста, подпишите, вам все равно, а мы шагаем, и чем больше нас человек смотрит, чем больше лайков и комментариев, тем сильнее это видео будет распространяться для других, и мы тем самым не только себе помогаем, и другим помогаем. Так, проведу разгрузочный день на сникерсе и персиколе, да, я не знаю сразу, какой будет результат, я буду там считать, высчитывать, как обычно, сколько мне надо съесть этих сникерсов, дело в том, что сникерс он калорийный, там будут такие маленькие кусочки, наверное, в порцию входить, плюс он, естественно, углеводный, много сахаров, наверное, много, ну, я все рассчитаю, подпишитесь на канал, кто не подписан, будет экспериментировать со сникерсом и пепси колой, колу возьму, сахар, чтобы был ноль, или там с низким содержанием сахара, ну, потому что я уверен, что в сникерсе будет достаточно сахара. Почему на сникерсе и пепси, ну, просто интересно самому, вообще можно, вот, там, сутки кушать шоколадки и пить пепси колу. Люди живут некоторые так, понимаете, но я так не живу, я пепси колу там покупаю раз в два месяца, ну, не знаю, мне пепси больше нравится, чем кола, это мое, напишите в комментариях, вот, кто пьет, какие вы покупаете, кока-колу или пепси колу, и покупаете ли вы с сахаром, или вы покупаете вот эту ноль, которая на сахарозаменителях идет. Я не сторонник сахарозаменителей, но иногда, когда вот, ну, вот, например, будет разгрузочный, я знаю, что в сникерсе по-любому будет много сахаров, поэтому хотя бы пепси должно быть без сахара. Вот так обычно я покупаю для себя любимого, зачем мне все эти заменители, потому что еще много исследований не проведено насчет них, есть плохие, хорошие. Короче, я не знаю, сахар это более натуральный продукт, чем эти таблетки, потому что сахар содержится, ну, практически везде, в той же свекле и гуряке, поэтому ничего страшного в нем нет, но когда вот такой будет разгрузочный день, естественно, постараюсь минимизировать сахар, потому что и так будет у меня передоз, и меня вполне возможно даже попрыщить, знаете, когда много углеводов. Ну, посмотрим, я еще там не читал состав, но мне захотелось, я давно хотел попробовать вот просто убедиться в своей теории. Я считаю, что если я, вот вы видели, я вам показывал, что на мороженое, значит, я и на сникерсе смогу правильно посчитать, правильно скушать, и будет у меня минус. Естественно, это не жиросжигание, это баловство, но это я делаю для вас в первую очередь, для себя, я в себе уверен, вот он я, шагаю такой, хо-хо-хо, стройный, красивый, потому что я умею и не боюсь кушать, и правильно кушать, и неправильно кушать, надо позволять себе всякие шалости, развлечения, отдых для души всегда помогает правильному похудению. Чем сильнее ты себя зажмешь в тиски, тем быстрее ты сорвешься. Это, ну, проверено на ваших трех тысячах диеток, все они не работают, работают ровно, настолько, насколько хватит у человека силы воли. А сила воли, это такая штука редкая, и если мы с вами сытные и полные, то у нас ее нету, просто, просто ее нету. Если бы я худел на силе воли, еще каких-нибудь этих прихолок, я давно бы уже сорвался, набрал, о, так люблю вот эти вьюны, они разного цвета, и цветут тоже красиво, прикольные. И гибискусов у нас много-много-много, у нас вся Одесса цвета, красивые, мне нравятся эти деревья. Так, что, девочки, пришла осень, уже какой-то 13 сентября, шагаем мы уже по осени, почему вы сидите и ничего не делаете? Это мне вопрос. Вы, кто-то вот из вас смотрит, вы просто смотрите, да, потом переключаете на другой канал, опять смотрит, потом переключаете на третий канал, опять смотрит. У вас каша в голове, каша в голове, каша в тарелках, которую надо выводить, понимаете, вы себе наслушаетесь, третий цирки блогера, выберите одного кого-нибудь, выберите того, кто похудел, я вот вам советую, и начните худеть. Осень, почему осень? Осень, шикарное время. Я начинал худеть осенью, я там второй добивал свой жир, тоже осенью. Я за первый год похудел, там, на 30-35 килограмм, а потом решил, думаю, нет, я не буду оставлять эти остатки жира и добил аж до минус 46, понимаете? Почему осенью? Я вам объясню, почему пришло время вам худеть. Ой, я пошел не туда. Не туда пошел, сейчас вернусь назад. Рассказываю, потому что осенью мы целое лето кушаем и фрукты, и овощи много. Осенью много фруктов, овощей доступных, и именно тех, которые нам надо. Не замороженные, не консервированные, не в теплицах выращенные. Вот сейчас они, которые с полей, вот идут сейчас в самый сезон. Кушают эти помидоры, перцы, я не знаю, синенькие, баклажаны, лук, картошка, ну все настоящие овощи. Много фруктов есть, сливы, яблоки. Все тоже самое свежее сейчас, которое нужно, понимаете, организм. Поэтому осенью организм, наверное, самый напитанный в витаминном составе. А это значит, вы сами понимаете, ну при любом раскладе мы будем урезать свое питание, чтобы правильно питаться, не на сильно, не на много, я вас учу этому. Но все равно придется урезать, а значит будет небольшой удар по витаминному составу тоже. Но, раз организм уже набрался этих витаминов, ему будет легко это переносить. Раз. Это первый, огроменный, вот просто огроменный плюс похудения осенью. Если вы начинаете там худеть весной, у вас будут большие проблемы, потому что там и так такое состояние витаминоза после зимы, плюс вы еще урезали там свой какой-нибудь рацион и все, и получаете проблему, посыпались волосы и так далее, и так далее. Второй плюс, второй плюс, шикарный плюс, почему вам надо похудеть. Я скажу, смотрите, вот сейчас сентябрь, да, вы вот с завтрашнего дня начинаете, не тяните, понедельник, вот-вот вы услышали меня, в авторный, все, берусь за себя и начинаю потихоньку тянуть. Смотрите, вы за полмесяца 2 килограмма, я же вам показываю эти разгрузки, на которых можно за сутки килограмм потерять. Вот скажите, вы сможете за полмесяца потерять 2 килограмма? Не ставьте себе нереальных целей, не надо вам эти 10 килограмм, это вам боком выйдет, болезненными и так далее. 2 килограмма за полмесяца. Можно? Можно, уверен. Смотрите, 2 килограмма за полмесяца сентября. Получается, за полмесяца 2 килограмма, за месяц 4, да? Октябрь мы 4 килограмма сбрасывали. Ноябрь мы 4 килограмма сбрасывали. Декабрь мы 4 килограмма. И 2 сентября, и того, на Новый год вы собираетесь с друзьями, с подругами, я не знаю, с родственниками, все собираешься, а вы такие заходите, минус 15 килограмм. И поверьте мне, человек, который худел много и намного, 15 килограмм заметят все. И все начнут вам говорить, боже, как ты это сделал? Тебе так хорошо. Ой-на-на-на, ой-на-на. И вот это так классно, это так приятно, это так мотивирует. При этом, изучая мои видео, я все рассказываю. Вы на Новый год садитесь, кушаете, танцуете. Они вообще в шоке. Я говорю, а ничего, это ж не ПП. Это ты, ты говоришь, да мне по барабану. Я ем все. Они в шоке, да как так? Мы вот такие не можем сбросить. А ты ешь все и похудела на 15 килограмм. Потому что, вы знаете, вы Новый год отработали 2 дня, объелись, переелись. А потом сбросили за 3 дня вот это все лишнее. Осталось вот там 300-400 грамм жира. Это мелочь, понимаете, которую вы и соответственно сбросите. Это, я считаю, это обалденно, шикарно. Вот такую сделать трехходовку, сбросить вес, получить на празднике кучу комплиментов. Плюс улучшить свое состояние здоровья, фигуры. Плюс, я не знаю, они плюсы. Вы видите в этом минус? Сбросить 15 килограмм к Новому году и отлично погулять на Новый год. Потому что я же вас обучаю и подсказываю, как это можно все сделать. Вот легко, бесплатно. Нет, вы хотите какое-то... Давайте тогда я вас научу, как худеть на зеленый кофе. Берете на завтрак одно зернышко зеленого кофе и ложите под язык и рассасываете его. Не жуете, не огрызете, а рассасываете, пока оно не рассосется. Ну, не знаю, час вы будете. Сколько можно рассасывать кофей на зернышко? Смотрите, пришел обед, на обед вы два зернышка, только не вот это жженое коричневое, а зеленое, молодое. На обед вы ложите два зернышка кофе себе под язык и начинаете рассасывать. И там, наверное, два часа будете рассасывать. На ужин опять одно, потому что, ну, ужин это конец рабочего дня, чтобы в жир не пошло, надо одно. Вы так хотите худеть? Я мог у вас и так научить. Вы у меня похудеете, просто потом у вас будут проблемы. Я не хочу брать на себя ответственность. Я человек позитивный, эмоциональный, добрый и как-то, ну, ответственный. В отличие от других блогеров, которые творят просто беспредел. Я не могу вам рекомендовать, советовать. Я рассказываю, как я это делаю. Бесплатно, без мучений, с мучным, с сахаром. Вот все, что вы знаете, вот все эти мифы. Я после шести не ем, я до шести не ем. Я сахар убрала, я мучной убрала. А вот мозг забыла вот включить, понимаете? Все поубирала. Ну, а зачем? Я слышал, мне сказали. Кто сказал? А вы что, сами не можете? Мой легенький перекус. Нормально, я слышу свой голос отдельно. Телефон сам в кармане включился. Мой легенький перекус. Кто-то говорит знакомый. Вот смотрите, видите, кругом у нас гибискусы, гибискусы. Красота. Так, продолжаем. Два пункта, почему вам надо срочно, срочно начать худеть с завтрашнего дня. С сегодняшнего дня я всегда учу. Никогда не откладывай там на завтра, на следующий месяц, на конец октября. А у меня в этом месяце, день рождения у мужа, так наоборот, блин, прийди к дню рождения, у минус 2 килограмма. У тебя будет запас, куда, как говорится, податься и поесть потом на праздник нормально, а не сидеть вот это, молиться. Ой, я съел кусочек торта. Так, продолжаем. Третья, третья очень важная составляющая для похудения, опять же, это погода. Погода, потому что летом, летом ходить очень жарко, солнце светит, обгораешь, еще что-нибудь делаешь. Ну, короче, не самое лучшее. А вот осень, вот сейчас уже, вот я шагаю сейчас 10 часов дня, ну, как бы, вот уже мне становится жарко. Я беру и раз, начинаю расстегиваться. Станет мне еще жарче, я могу снять эту кофту, понимаете. Ну, уже контролировать температуру тела по поводу, ну, вот по ходу ходьбы. Потому что летом, вот ты идешь, тебе жарко в этой футболке, там, я не знаю, в чем ты идешь. И когда ты еще проходишь час, у тебя включается вот этот режим потоотделения, включается режим, блин, тоже организм включает дополнительно. И ты начинаешь, ну, чувствовать, что, как бы, жир с тебя начинает выходить. Ну, это иллюзия, потому что жир горит не так абсолютно. Ну, и все равно, а тебе еще жарче, понимаете. Вы идете, если температура воздуха 45, у вас в организме уже тоже там накочегарились до 37 вместо 36 и 6. Плюс вот эта лишняя температура, ну, и становится плохо, и усталость, потом и вялость, и все. А так вы вышли, прогулялись, вечером, утром, блин, ну, когда у вас получается, вечером, вот просто, вот если у вас нету много времени, 1 час вечера. Я говорю, для начала, для того, чтобы сжечь первые, блин, вот эти 15 килограмм, я вам говорю, 1 час после ужина. Вот, например, ужин в 6, идете 1 час, там, час 20, гуляете по магазинам, покупаете продукты, ходите, что-то смотрите, выбираете. Просто идете на стадион, если вам ничего не надо. Так не бывает. Не надо, потому что набирать в холодильник всякой фигни, блин. Вот, вот мне надо, вот там, я не знаю, сметана, и я могу шагать за одной сметаной фиг знает сколько. Я не буду брать, там, 3 сметаны. Если я иду, там, за сметаной в магазин, я не буду брать, там, какие-то те, те, то, что мне не надо. Все, вы должны поставить цель, написать на бумажке, там, сметаны и то-то, никаких, там, ой, я то хочу, я то хочу, потому что маркетинг никто не отменял, вас заставят купить то, то и то. Вы увидите, о, это скидка, о, это надо, это надо, а потом полный холодильник. Вот, как всегда, как у всех, наверное, это не только у меня. То, блин, ломится холодильник, надо срочно все съедать, потому что, о, там акция была, там акция, я набрал. И я начинаю это съедать, потому что, ну, меня жаба задавит, выкинуть это в мусорку, понимаете. Ну, как это, я купил, это стоит денег, и я выкинул в мусорку. Потом все съел, блин, понимаешь, и, блин, ничего нету в холодильнике. Думаешь, блин, что пожрать, понимаешь, вот так, у меня вот так получается иногда. Это неправильно, должно быть, как бы, всего по чуть-чуть, понемножку. Но, ну, просто, знаете, из-за того, что, видать, не очень много денег у меня, я всегда смотрю, если я знаю, что этот сыр, вот бри, я сейчас вот кушал на перекусах, если я знаю, что он стоит 390, а вот была акция, и я купил его за 290, я, если даже он у меня не был на бумажке записан, я шел за сметаной, но я увидел, что 100 гривен скидка, это, ну, считайте, одну третью, блин, сбросили. Естественно, ну, иногда приходится покупать так. И вот так, то у меня там наготовлено то, то и то, плюс я еще принес сыр неожиданно, плюс я еще что-то увидел по акции, и тут получилось, у меня суп есть, ужин есть целый казан, а плюс у меня тут начинается то, то, то и купил, надо есть, надо есть, когда на поле спортсмены. Это неправильно. Поэтому я что-то ушел вам рассказывать про питание, а я говорил вам про ходьбу. Просто ходите час, час двадцать, лучше вечером, это самое правильное. Потому что, смотрите, утром вы встали, вы позавтракали, там у вас в организме есть еда, есть калории, углеводы, все, вы идете дальше или на работу, или начинаете заниматься, вы их сжигать. Проблема вечера, что вы вечером, когда поели, обычно все уже, я поела, я устала, я ложусь и лежу, и ничего не делаю. И, получается, вот эти углеводы быстрые, которые вы съели, и в течение дня был запас, он растратился, но то, что вы съели с вечера, он не тратится у вас. И, получается, он переходит себе, когда приходит ночь, вы засыпаете, он плавно себе, плавненько переходит в жир, блин. Поэтому лучше все-таки вечерняя прогулка, если у вас стоит выбор, когда вам сделать эту прогулку, то я рекомендую все-таки лучше вечернюю. Если у вас получается днем и вечером, отлично, два выхода, тоже хорошо, два выхода по часу, вообще будет жир, просто плавится на вас. Каждое утро вы будете вставать и улыбаться, помирать мишечку, сказать, мишечка, меня так на рынке некоторые тетеньки, девушки называют, мишечка, блин. Скажите, мишечка, какой ты молодец, все так легко и просто, поела, вкусно поела, немножко походила, погуляла, все, никаких спортзалов, никаких диет, никаких, блин, фигет, никаких авокадо, никаких, я не знаю, каш, чье, никаких вот этих, покупать, блин, я не знаю, шелухи этой, клетчатка, блин. Кушайте все нормально, натурально. Самое первое правило по питанию, которое я вам дам, а его будет достаточно, вы увидите результат, я говорю, уже к концу месяца, первые два килограмма уйдут, не думайте, что это мало, никогда не думайте, что это мало. Это на самом деле очень много, потому что за полмесяца два килограмма, в месяц четыре, чтобы вы понимали, 10 месяцев это 40 килограмм, вы будете принцессой. К новому году 15 килограмм сбросить, это шикарный результат, поэтому, девочки, все, я хочу услышать ваши комментарии по поводу сегодняшнего видео и такие себе, ставьте маркеры, я не провожу эти марафоны, потому что, ну, это такая лапша, девочки, хотите, идите куда-то в марафон. Они сами не знают, что там рассказывать, понимаете, вот это друг у друга посмотрело видео, кто марафон, и начинают рассказывать, не хотят включить мозг, некоторые просто иногда такую пургу говорят, которая, ну, не работает, вот это, все, пейте горячую воду, блин, ну, пейте кипяток, блин, обожгите себе, да, желудочно-хишечный тракт, да, пожалуйста, если вам кто-то сказал, что надо пить кипяток для похудения, ну, блин, ну, вы включите свой мозг, блин, ну, какой кипяток для похудения, жрать надо там вкусную, правильную пищу, просто, я говорю, по пищевому поведению, я один совет дам, вы должны готовить сами, и вы увидите результат, я вам говорю, сам моментально, если вы покупаете фарш, это говнофарш, блин, как я говорю, не покупайте его, если вы покупаете готовые котлетки, пельмени, туда-сюда, вы должны покупать пельмени, например, у какой-нибудь знакомой тети, которая лепит руками, и вы раскрыли их, и чтобы она вам гарантировала, что там мясо, понимаете, потому что все вот эти в магазине, к сожалению, пельмени, во-первых, там тесто хорошо всегда добавляют, а во-вторых, там мясо очень мало ложат, добавляют распушители, загустители, ну, всякое, ну, все, что не лень, понимаете, некоторые скажут, сою добавляют, я не знаю, сейчас, наверное, уже и сою не добавляют, соя не дешевый продукт, а вот эти какие-то разрыхлители, вы понимаете, вот взяли килограмм фарша этого, кинули туда этот разрыхлитель, а из него получилось, блин, полтора килограмма, это химический какой-то, блин, вот этот распушитель, и вы кушаете, вроде, о, полное мясное пельмени, там, на самом деле, там, мясо, одна треть, остальное все добавки, ну, так, все, что вы захотели, вы берете, сами делаете, и будет вам плюс. Возьмите там стейк, пожарьте, это очень вкусно, и просто на следующий день получите, блин, результат, сделайте, я же вам для чего эти меню выгляду, повтори, просто повторите, и вы увидите результат уже на следующий день, это всегда мотивирует, когда результат есть, просто, извиняюсь, я не просто вам показываю меню, и меню не для всех, там написано, что меню примерно на 1500 килокалорий, 1600, если у вас 100 килограмм, вам это меню не подходит, оно маленькое, понимаете, оно маленькое, но вы даже этого не скушаете, попробуйте хотя бы это скушать, но это маловато, вам должно быть на 1800, то бишь вы ко всему, ко всем блюдам можете по граммулечке прибавить, и потом не надо говорить, я не хочу есть, я не хочу есть, как это ты не хочешь есть, а жир у тебя есть, я извиняюсь, я тихонько говорю, потому что я между тому, чтобы не кричал, если вы не верите, вы можете посмотреть фильмы про концлагеря, и так далее, вот там люди не едят, и вы видите, жир не берется из воды, можете хоть вот этот раз сближаться, удалитесь с моего канала, потому что я вам утверждаю, что жир из воды не растет, не бывает, если вы так считаете, что он растет у вас из воды, удаляйтесь, идите к другим волшебные диеты, идите делайте операции на желудок, ну что хотите, то и делайте, это ваша жизнь, я говорю, я рассказываю свое мнение, и у меня реальный результат, и как видите, я два года не набираю, не так, как, ой, тяжело держать, какого оно тяжело держать, если ты неправильно похудел, вот вам еще гибискусы, вот тебе и тяжело держать, а если я правильно худел, то мне это легко, вы видите, какое у меня меню, куда мне сорваться, я сейчас, алло, алло, вы меня слышите, девочки, я иду, за пепсиколы, чтобы завтра целый день кушать сникерсы, пепси, кто-то может, из ваших знакомых, которые походят, да они сознание потеряют, скажут, да он брешет, это наберут же, не верят, пусть дальше сидят на воде и салатах, может они, коровки, жуют салаты и считают, что этого достаточно, но это их личное дело, все, мои дорогие, я уже пришел к магазину, захожу, а вам советую и напишите мне, пожалуйста, вы что-то услышали с этого видео, вы будете продолжать думать, что завтра начну и пойдете дальше, еще у кого-нибудь подпишитесь, еще на каких-нибудь блогеров, ну, чтобы вам, вместо того, чтобы выйти в час гулять, вот просидите в час, вот вы станете умнее, вы начнете разбираться, как распадаются аминокислоты на составляющие, как они перерабатываются в жир или во что, ну, это очень важно для похудения, конечно, обязательно, сидите целыми днями, не вставайте, включите компьютер и сидите, смотрите, все, мои дорогие, люблю вас всем, пока-пока!